Привет! Перед основным содержанием ролика оглашу плохую новость, хотя их и так сейчас всем хватает. Мы не можем участвовать в информационной войне, но она участвует в нас. Вчера остановили показ рекламы на территории России. Для нас это потеря примерно 70% заработка с ютуба. Доля зрителей из других стран и количество зрителей в РФ, которые используют сервисы и VPN, мала, чтобы канал покрыл наши труды и время затраты на создание видео. Сейчас поддержка канала полностью легла на плечи спонсоров. Теперь все зависит только от вас. В нынешней ситуации язык не повернется просить у кого-либо о финансовой помощи, но если ты находишься на территории России и хочешь, чтобы проект жил, то просьба пройти по прямым ссылкам в описании ролика и подписаться на канал на Яндекс.Дзене, в Телеграме и также добавить сайт наш к себе в закладке, чтобы быть на связи при возможно полной блокировке ютуба. При таком сценарии, скорее всего, мы будем публиковать видео именно там, но где-то точно будем, как я и говорил в своем обращении. История будет дорассказана. Хотя делать новые серии и вообще что-то делать сейчас крайне тяжело. Всем мира, а зрителям приятного просмотра. А, еще такой момент. Если у тебя оформлена подписка YouTube премиум и ты находишься на территории России, но премиум нужен тебе был лишь для того, чтобы не было рекламы, а не ради других функций этой премиальной подписки, то ее нужно отключить, чтобы не платить деньги гуглу за просто так. Ведь рекламы все равно не будет. Сколько уже две яхты ушли, не выдержали. Кто такой выдержит-то? Только тот, кому надо заправляться. Все, мы тоже уходим. Нашли тут какую-то стоянку в 6-ти милях другую. Пойдем туда. Там, может быть, меньше качает. И заправим дизель нормально. Потому что, ну, это просто... Ужасно, ужасно, ужасно. Так, спать вчера вечером нормально здесь была с утра. Волнище заходит. Говорит, нечего спать. Все, Феда сказал, поехали. Так, вот. Смотри, какая куча птиц. И, похоже, мелкая рыбешка плещется. Или это они же и создают эти всплески. Непонятно, что они там делают. Но их дофига. Мы проходим мимо каких-то мелких, скалистых, безжизненных, необитаемых островов. И там такая красота. Облако образуется. Подошли поближе. А вот не выгнала бы нас с яхотной стоянки качка. И не увидели бы такую красоту. Мы вошли в этот туман. Все, вообще ничего не видно. Он на нас надвигается. Вот тут, в 100 метрах от нас яхта идет. Ее реально не видно. И спереди тоже. Вот солнечная дорожка. Хорошо, что солнце перед нами. Иначе бы тоже ничего видно не было. Даже наша леска теряется в тумане. Неприятно, если что. Вот видите очертания вдалеке. Там миль 15-17. Это Санторини всем известный. А вот это остров Ио. И здесь есть такая пухточка с яхтой стоянкой. И там мы наблюдаем сейчас 5 супер яхт. Ну, 4 супер яхты и одна просто дорогая моторка. Этот остров Ио, эта пухточка, я так понимаю, является перевалочной базой. Точнее нет, отстойником для экономии денег миллионеров. На Санторини там одна марина вроде как. Для наших-то обычных лодок она 120 евро стоит, кажется. А там бесплатно. Они бы отдавали пешеные тысячи. Тысячи, десятки, может быть, тысяч на Санторини. А тут он ее поставил и на тузики сгонял. На Санторини. Селфи поделать. С красивыми домиками. А мы не пошли в любой раз. Ага, какие узенькие ворота. Но здесь глубоко. 23 метра. А на карте есть. Хороший ветерок нам сегодня выдали. 23 метра. Это пора. Идем под одной генуей. И разогнались почти до 6-ти углов. Жилетики одели. Ого, с горы тут разогналось. Семь узлов под одним парусом умчим. 7,7. Время за надо, а не охота. Сейчас пройдет это усиление. А с гротом мы не заморачиваемся. У нас в последнее время вообще не получается. Не поставить, не убрать. Что-то подклинивает закрутка. Ну, это после зимы, скорее всего. Да. А что, у нас тут стабильная тридцатка. Мы на каком-то окрыске парусом несемся. Есть тридцатка на порывах. В смысле? Вот она, тридцатка. Это порыв. Хватит? Да. О, какие порывы слетают с гор. Гасты с пылью. С пылью. Я на первом даже поставил гену. Прошелся. Потом он стихает, меняет направление. И нафиг надо. Короче, я все больше убеждаюсь, что в торусами ходить мне не нравится. Это устали. Устали целый день. Идем какой-то день, трепетень. Переход, трепетень. Ветрище. Встать на якорь не можем. Сейчас будем здесь вставать. Еще остров какой-то полузаброшенный. Хи***. Вот он наш милый домик. Наша пристань. На сутки или на двое. В общем, вот здесь мы будем сегодня жить. Еще один бело-синий городишко. Популичный, более ухоженный. Сразу на фоне такого заброшенного дома получилось. Это как раз удачно. Идем наверх. С хлебом еще носится. Маленький ботон за евро десять. А большой два семьдесят, да? Да. Хотя здесь довольно-таки демократичные, дешевые цены. На воду, на пиво, на овощи, да. А хлеб почему-то дорогой. Идеально в мире. Смотрится это шикарно. На фоне такого яркого-яркого синего неба и синего моря. Белые домики. Что-то двери не синие. А? Я говорю, на продажу продается это. Осталось чуть-чуть до крепости, до форта с карквями на горе. Смотри, какой дворик. Все такое традиционно бело-синято. Ага, кирпичи в фольге. О, этот выбился. Наверное, не грек. Раз и не в цветах. Флага своего раскрасился. Ну что, туда или туда? Давай сюда. Еще один выбился. Что за дела-то я не понимаю. Я считаю, что нужно штраф накладывать. А тут все порядочно. Свежевыкрашено. А этот гад такой зеленый. Смотри, какая панорамка открывается отсюда. О, там в уголочке нашелочек стоит. Еле пришуртовались туда. А вон церковь. Хочешь панорамную фотку, лезь в гору. Полезли дальше. Дует сегодня сильно. И еще пять дней так будет дуть. О, с каким креном чувак идет. А мы завтра, наверное, пойдем туда, на якорьные стоянки. В каждой бухте будем тут чуть-чуть стоять. Постепенно-постепенно двигаться туда. Вот туда, в Турцию. Ну вот уже крепостная стена появилась. И что? Там что вокруг обходить теперь? Очень странная конструкция. Что такое? Три столпа каких-то. Где же вход в этот? Крепость. Мы сейчас всю гору вокруг обойдем. Церковь закрыта. На сиесту, наверное. О, что это? Посмотри, какие-то деревянные балкончики пристроили к стене. И туда есть дорожка. Рискнем? Давай идти по ней. Или там нифига нет. Как ты думаешь? Где вход в это? Короче, кажется, что мы только здесь бродим вокруг. под крепостью в домиках. И вход совершенно не здесь, а с другой стороны. Вниз я не хочу. Пойдем попробуем сюда. Вот это же Сона Санторини то же самое. Просто распиряли нас с большим количеством туристов. Да, и все приводящено в бизнес. А тут люди живут. Там побольше. Все побольше. Домиков. Да, ну куда больше? Куда больше? Их тут тоже дофига. Там ветряная мельница на горе стоит. О, ветерок. Я бы даже не хотел здесь просто пожить, остановиться. Почему нет? Да нахрена это надо в таком месте? Блин, заблудишься. Вот мы заблудились. Мы тупо заблудились в этом городе. Нет, мы погуляем. Ага. Тут даже вот номеров домов нету. Просто что-то подписано. Находи как хочешь. Причем я уже так находился в этих тапочках. Что теперь? Территорию этой крепости я и вообще не хочу. Нет, у него есть вход, но он не здесь. Здесь чей-то частный двор. Вот тоже церковная территория какая-то. Тут не стали заморачиваться с бело-синими разукрашками. И просто оставили голые камни, не заштукатуренные. Березка. Ну что, тоже вполне неплохо выведет. Вот там порт. Та яхта уже убрала паруса. Она идет в бухту. Значит, вход. Мы вот тут шли. Сейчас. Google карта. Секливые. Там одни руины остались. Глазницы, окон. Под спрятан. Это уже угрожает мне убийством. Все, мы пришли к тому же месту, где уже были. Что делать? Как попасть вовнутрь? А вот, оказывается, и есть тропинка туда. Целый круг сделал его вокруг. Оказывается, там дикий вход какой-то. Но это не точно. Что-то сильный дикий. Но, тем не менее, тропинка натоптана. Кто-то здесь пасется. Тут, наверное, козы живут или кто? Это реально вот крепость? Хрен-то проберешься, оказывается. Ну все, последний шанс. Если это не вход, тогда мы пойдем домой. Говорю, у нас дом открыт. О, да. Это вход. Офигенно, на крыше столики поставил. Длинные мельницы. Галина, город-то здоровенный. Вот мы тут вчера на якорь пробовали встать. Нифига у нас не получился. Замок Оры. Вы входите на свой риск. И страх. Все тут в руинах. И смотреть здесь нечего. Только эти самые руины. Однако. Все белое, а старое. Засыпанное, неоткопанное. И закопанное. Теперь понятно, почему написано было, что вы входите на свой страх риск. Все тут на соплях держится. Одна. Только церковь они восстановили себе. Ну и что? Я думала, уже плохо. Я бы не попнул. О, тут ветер какой. А-а-а. Тут вначале даже аккуратно складывали. Чтобы куча не рассыпалась. Смотри, какую кучу камней накидали посередине. Стащили их все сюда. Теперь я понимаю, почему коты предупреждали, что здесь на свой страх риск. Здесь реально опасно. Все на соплях держится. Перекладины все. О, видала. Тут еще ладно, нормально. А в следующей комнате? Смотри, а что нет. В следующей комнате там толщая жопа. О, видишь, уже поеденные все эти балки. И непонятно, что тут. Провалится все нафиг. Валим отсюда здесь тухляк. Выход там же, где и вход. Вон наша лодка стоит. Вот отсюда шампуньками пахло. Мылом и шампуньками. Это старые мельницы. А теперь тут библиотека. А в другой что-то другое. А в третье, третье. Я вообще не хочу. Тут слишком сложно для меня. Я уже стар для этого. Все, в гору с горы, в гору с горы. В гору с горы. Продолжение следует...